Привет, Тим. Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? Привет, ребят. Да, и с вами. Может быть, ты про себя расскажешь пару слов, чем ты занимаешься, и я так уже бы тебя представил. Рассказал, что ты сначала занимал стартапом, потом какое-то время поработал в корпорации и взял некоторые инструменты из компании, в которой работал, сейчас стартап, где сейчас развиваешься. Я помню, ты рассказывал тоже про встречи один на один и про то, что это один из самых таких, ну ты, по крайней мере, на прошлой встрече говорил, самых эффективных инструментов, которые неожиданностью для тебя было. Мы хотели вокруг этого инструмента, но и в целом поспрашивать и вопросы позадавать, но если ты представишься, расскажешь, дашь больше контекста о том, чем ты занимаешься, какая твоя экспертиза, было бы благодарен. Спасибо. Да, с удовольствием. Спасибо, Руслан. Всем спасибо, что позвали. С удовольствием расскажу все, что знаю, поделюсь, чем могу поделиться. Меня зовут Тим, я предприниматель и дизайнер. Изначально долго работал как дизайнер, как арт-директор с 2004 года. И в 2010 году, где-то или в 2009 году понял, что интересно делать именно продукты, а не заниматься, больше интересно, чем заниматься рекламой. И мы начали работать над нашим первым стартапом, который назывался CUTAP. Это была 3D-примерочная в онлайне. Такая комбинация хардверных и софтверных технологий. Ну и, как нам кажется, мы раньше времени, наверное, ее начали делать. Тогда не было возможности удалять, например, фон от фотографий при помощи нейросети на телефоне, как это можно сегодня. Поэтому было достаточно много мануальной работы. Ну и был в целом такой наш первый опыт, когда вообще не было еще популярного слова стартап в России. После этого мы с моим партнером делали проект Hello Baby. Hello Baby – это экосистема мобильных приложений для родителей и для будущих родителей. Нам удалось сделать, наверное, четыре приложения, одних из лучших в своем классе. Все приложения были очень много раз зафичерены Apple. Там мы даже получали Best of the Year с одним из них, с приложением Hello Baby. Одна из, наверное, интересных особенностей запуска и работы над Hello Baby заключалась в том, что мы прошли буквально все этапы и циклы от разработки концепции до создания каких-то MVP и отдельных сервисов внутри этого приложения. И делали такой суперап для родителей и тестировали его на большом количестве органических пользователей. Это было очень интересно. То есть мы начинали с фотоленты. Условно мы делали такую интерактивную ленту малыша, к которой есть приватный доступ только у семьи. А заканчивали тем, что у нас там появлялся магазин в виде такого тиндеровского дизайна, где можно свапить карточки товаров. И это был такой типа виш-лист для... Ну, как в Америке есть такая штука, называется Baby Registry, когда родственники выбирают какие-то подарки на какой-то ивент. Вот. После Hello Baby как раз я занимался... Ну, Hello Baby еще живой проект, как бы просто наш фокус переключился потом. После Hello Baby я работал в компании Brex. Это такой уникорн американский, 4, наверное, года компании, может, чуть меньше. Я пришел, когда в компании было около 50 человек, ушел, когда было около 500 человек. И компания сейчас стоит, по-моему, 8 миллиардов. Ну, интересно было туда прийти, как раз потому, что я до этого никогда не работал в... Пока еще не в корпорациях, но вот в стартапах на стадии такого гиперроста и скейла. Было интересно посмотреть, как будет трансформироваться культура внутри компании, какие инструменты будут использоваться, что пойдет не так, что можно перенять для своих проектов и так далее. То есть сложно построить свой уникорн, если ты никогда не видел, как строят вообще уникорны. Вот. И последнее... Ну, и когда я ушел, я сфокусировался как раз на нашем игровом проекте. Эта компания называется Donut Lab. Мы делаем нашу первую большую игру, называется Kids vs. Zombies. И сейчас в компании около 30 человек работает. И мы несколько дней назад запустились в софт-лаунче в Украине. Прикольно, красавчики. Спасибо. Спасибо тебе за представление. Я думаю, что это сейчас нам поможет, будет задавать вопросы, а я буду задавать немножко больше контекста. Мы, наверное, сначала про один на один давай зададим встречи. Расскажи, давай я сейчас сам начну. Тим, расскажи, почему именно этот инструмент ты вот так выделяешь от других? И вот ты человек такой же, как и мы все, да, там дети СССР, так я так называю. Я думаю, что, наверное, именно поэтому, да, то, что у нас в культуре как-то не было раньше, а там, ну, вот такой, такого формата встреч, где с тобой там твой лидер сидит и там пытается тебе как-то помочь, да, спрашивает, задает вопросы вообще, почему ты именно этот вопрос выделил инструмент, как он у тебя сработал, как с тобой работали. Я так понимаю, ты же с лидерами организации как раз работал, и они с тобой какие-то встречи один на один проводили, да? Интересно, как на таком уровне встречи проводится, как вот ты это понимаешь, и как ты это внедрил в себя? Да, ну, безусловно, с этого начиналось. Я имею в виду работа с лидерами организации в самом браке. То есть, если откатиться немножко назад, я, ну, я, безусловно, много лет учился тому, как строить стартапы, и мы всегда были сфокусированы на одной вещи, мы были сфокусированы на продукте, нам всегда хотелось сделать классный продукт, и нам казалось, что если ты делаешь клевый продукт, то этого достаточно. Вот, когда я пришел в Brex, я понял, что этого недостаточно, потому что продукт у Brex был не то чтобы хороший, то есть его практически, ну, был продукт в виде кредитной карты. Всего вокруг того, что я бы в первую очередь начал строить, этого не было. Была офигенная система продаж, то есть был прям большой классный отдел продаж, и, ну, и внедрялись определенные методики. И как раз из интересного опыта было то, что ребята тоже были достаточно молодые, не суперопытные, и, судя по всему, тестировали разные, ну, попытались внедрить разные культурные ценности, некоторые из них противоположные, и пытались протестировать очень много разных гипотез. Вот, там, например, им одновременно нравилась культура Нетфликса, и потом в то же время нравилась культура Амазона, и в то же время им нравилась там еще какая-нибудь культура, и они, ну, типа, они совсем не соединялись во что-то единое целое, но ребята периодически делали такие шифты. Вот, а что касается непосредственно встреч one-on-one, я помню свою первую встречу, у меня до этого в компании не было one-on-one встреч вообще, в Hello Baby, например. Вот, после того, как мы провели первую one-on-one встречу с, точнее, были, но там, типа, условно, performance review они у нас назывались. Вот, а тут я встречаюсь с фаундером Брекса, с Педро, и, ну, и он начинает, задает мне некий фреймворк, и говорит, давай придерживаться этого фреймворка, типа, как прошел, как у тебя дела? Я такой думаю, как, ну, нормальный американский вопрос, рассказывай, как у меня дела. Потом говорит, что хорошего произошло с тобой на прошлой неделе? Я говорю, не знаю, нужно думать. Он говорит, окей, ну, там, я что-то подумал, что ответил. Он говорит, что хорошего произошло с компанией на прошлой неделе, как тебе кажется, или там, в твоем отделе. Вот, еще сложнее ответить на вопрос, что хорошего произошло, потому что, что плохого произошло, ответить гораздо проще. Вот, а потом он переходит как раз к вопросам, а что тебе кажется можно было улучшить? Или что плохого произошло, там, в твоей жизни, или в жизни отдела, или, там, самой компании? Что тебе понравилось, что тебе не понравилось? И вот задается такой фреймворк, где сначала задаются позитивные вопросы про тебя и компанию, потом, ну, не негативные, а, типа, точки роста находятся какие-то, или негативные, то есть, если тебе есть с чем поделиться. Вот, я помню, свою первую реакцию, она была в том, что, ну, мне, типа, особо нечего было сказать это. Я сидел, как бы, ну, я же не привык там, значит, жаловаться. Сидит основатель проекта, я сейчас приду, ему нужно что-то пожаловаться. Думаю, нет, так не пойдет. Я ему ничего не рассказал. Вот, он так расстроился немножечко, что у нас с ним сухо прошел первый разговор. И потом, а, и потом я у него тоже самое спрашивать должен был, ну, плюс-минус. То есть, он говорит, ну, теперь ты у меня спроси, что хочешь. А мне тоже спросить было особо нечего, ну, короче, была такая первая интро-встреча. Вот, потом я более детально изучал, начал изучать эту тему, понял, что это базовая вообще вещь, которая внедряется во все организации. И суть ее в том, что таким образом происходит, во-первых, диалог между менеджерами, непосредственно менеджером и сотрудником. И в то же время это инструмент, который может использоваться для, просто для того, для общения сотрудников там между разными отделами, например, и так далее. Ну, тот инструмент, в том случае, он будет менее формальным. В случае, когда сотрудник общается с менеджером, это может быть такая более формальная встреча. Вот, есть еще несколько, ну, еще несколько моментов, да, с тем, что там обычно люди в России не супер готовы делиться каким-то фидбэком, особенно на первую встречу, особенно со своим менеджером. Вот, они будут закрыты по дефолту, и очень важно дать, ну, дать им понять, что это такая доверительная встреча, и что то, что, ну, то, что вы обсуждаете на этой встрече, у этого есть, то есть ты как менеджер можешь принять ряд действий для того, чтобы решить какие-то вопросы, которые сотрудник обсуждает, но в то же время эта встреча ни в коем случае не должна скатываться в, там, обсуждение тасков этого сотрудника исключительно. То есть вы можете это обсудить в конце, типа, что ты успел, что не успел на прошлом неделе из-за планированного, например, там просто поставить галочки, но это должно быть, там, 10% этой общей встречи. Вот, и когда люди втягиваются, начинают доверять, они начинают очень сильно ценить эти встречи, потому что это получается, особенно если организация быстро растет, и не всегда есть возможность с кем-то встретиться и поговорить в течение недели, то подобные встречи, их начинают больше ценить, потому что тогда в течение недели, если у тебя копятся какие-то вещи, у тебя уже есть готовый темплейт, там, в Notion или в Google Doc'е или где-нибудь еще, куда ты можешь просто закидывать свои мысли, что бы ты хотел обсудить по тому или иному топику. И, таким образом, ты будешь приходить на встречу, ты как менеджер будешь приходить на встречу подготовленный, и человек будет приходить на встречу подготовленный с уже рядом вещей, которые ему бы хотелось обсудить. Вот. И, наверное, вот этот фреймворк, ну, который я сейчас рассказал, многие не используют, то есть многие просто садятся и разговаривают. Но иногда бывает сложно просто сесть и говорить, если у тебя нет каких-то тем для обсуждения, понятных заранее. То есть вот эта адженда, она, мне кажется, очень важна, и очень прикольно, когда, по крайней мере, встречи менеджера и сотрудника происходят в обстановке, где они могут поделиться, ой, где они могут записать все это в текстовом виде, потому что тогда ты можешь пролистать этот документ, вернуться к тому, что было на прошлой неделе, на позапрошлой неделе, и вообще понять, как это меняется. Ну, во-первых, сотрудник поймет, делаешь ли ты вообще что-то из того, на что он жалуется, а во-вторых, ты поймешь, как меняется настроение этого сотрудника. Вот. Ну, я могу долго говорить, поэтому давайте, да, формат диалога. Да, да, ребят, смотрите, я думаю, что на большинство вопросов, которые мы по один на один здесь накидали стикеры, мы, соответственно, уже ответы получили. Я предлагаю прям сейчас голосом, ну, вот прям еще наверняка что-то вылезло во время того, как раз вот когда Тим рассказывал, да, может быть, если голосом вы какие-то уточняющие вопросы зададите, именно узко по один на один, и потом мы двинемся уже на следующий вопрос. Как вам идея, ребят? Да? Старайтесь, есть что-то, чтобы добавить, вопросы задать? Давайте там Виталий, Рустам, Михаил я вижу тоже там. Пожалуйста. Да, вопрос, насколько вот это, ну, ваш опыт на этих встречах, вы работаете, ну, психологически с человеком, то есть стараетесь понять его какое-то психологическое состояние, там, как дела в семье, да, скажем, вот насколько это практикуется и практикуете ли вы, чтобы понять человека, поддержать его состояние? Ну, безусловно, это одна из тоже ключевых составляющих этих встреч. Мы, ну, там, не каждый менеджер, терапевт или психолог, поэтому, безусловно, он не должен начинать встречу с того, чтобы рассказывать, что типа, ой, а что произошло у тебя там в семье, а что у тебя там на личном фронте или еще что-то. Если человек хочет этим поделиться, он сам этим поделится, и задача, ну, скорее всего, если он хочет быть выслушанным, он это расскажет в том или ином виде. Безусловно, сама встреча должна проходить в такой максимально доверительной терапевтической атмосфере, но будет не совсем этично задавать эти вопросы самостоятельно. То есть нельзя сказать, типа, а что ты такой сегодня грустный, у тебя, может, жена ушла, или что, расскажи. При этом, если человек скажет, что на прошлой неделе мне было тяжело сосредоточиться, потому что у меня есть там личные проблемы, и я бы хотел, может быть, взять day off и куда-нибудь съездить и так далее, но, безусловно, это правильный формат беседы. Спасибо. Да, Виталий, Виталий, потом Света. Да, у меня еще вопрос касаемо этой встречи. А какая ключевая цель вот этой встречи, когда вы находитесь в такой доверительной среде, чтобы узнать о чем? Какие мысли у человека? Не собирается ли он уходить? Нравится ли ему все? Или чем она отличается, допустим, от просто, когда мы делаем там брейншторм, ну, с командой встречаемся и говорим там, или, может, один на один соберемся, недельный спринт обсудим и так далее? То есть какая особенность этой встречи? Ну, основная особенность в том, что это, ну, вообще, это кардинально другая встреча. То есть это встреча, на которой, а, есть только два человека, собственно, поэтому называется one-on-one, и это встреча, на которой человек чувствует себя в такой доверительной атмосфере, где ему не нужно, он, в принципе, может вообще не говорить про работу. То есть вы, в принципе, можете говорить про, что я имею в виду, про подработу, и он не должен отчитываться за таски, он не должен там сесть с тобой брейнштормить. Он, если компания растет, вот, например, когда было в Брексе, там очень много было культурных, разных культурных моментов, потому что это была мультикультурная компания изначально. И, например, у тебя в отделе было три человека, а теперь пятнадцать. И там в этом отделе что-то происходит, кого-то повысили, тебе дали какую-нибудь неинтересную задачу или еще что-то, и у вас на всех есть там один-два менеджера, например. И, соответственно, ты приходишь к своему менеджеру и говоришь, расскажи мне, хорошее произошло такое-то, плохое произошло такое-то. Вот эти моменты мне очень понравились, эти моменты мне не понравились. Я бы, ну, то есть у вас происходит диалог, в котором менеджер пытается лучше понять вообще настроение всей команды, пытается лучше понять, на чем ему сфокусироваться, для того, чтобы никто не выгорел, для того, чтобы были правильно распределены ресурсы. Но не с точки зрения математики, а с точки зрения настроения и ожиданий. То есть есть люди, которые, например, супер замкнутые, закрытые сами по себе, и они вообще ничего не говорят. им там дают таски какие-то, они эти таски делают. Ну, например, часто бывает с разработчиками, они хорошие могут быть, типа, исполнители. Но при этом у меня было такое несколько раз, когда разработчик делал-делал-дел, был классный чувак, а потом просто встает и говорит, «Все, я больше не могу, я ушел». И ушел. И ты такой понимаешь, что он ушел, потому что ты вообще не увидел тот момент, когда у него в голове что-то происходило, когда происходил. И большинство этих вещей можно было исправить. То есть, на самом деле, если начать проводить эти встречи регулярно, ну, на самом деле, недельно это в... Типа, в американских компаниях обычно проводят раз в неделю. Менеджер проводит с каждым своим сотрудником раз в неделю эту встречу. Нам достаточно сложно сейчас в нашей компании, в игровой делать это раз в неделю. Мы делаем раз в две недели. И для меня, я, например, в Штатах, у меня команда в Питере, большая часть, и для меня это такой очень классный, интенсивный синг с человеком по поводу вообще любых его вопросов. Поэтому мы делаем часовые встречи. Обычно, когда делают недельные встречи, это полчаса. Если человек пришел подготовленный, он за полчаса излил душу, рассказал про все сложности и про все, что ему нравится, и ты как менеджер скорректировал свой вижен относительно того, что где-то, может быть, какие-то неправильные решения были приняты или наоборот, что все хорошо. То есть иногда... У меня были такие встречи, когда я приходил, и мне даже нечего было плохого сказать. А были такие встречи, что... Опять же, в том же Брексе были такие встречи, что ты приходишь, и у тебя просто состояние, что тебя просто прям разрывает вообще из-за чего-нибудь. Но, например, в американской культуре это не принято показывать. Ты не можешь сидеть там и орать на своих ребят в команде, потому что тебя тупо сразу же увольняют. То есть вообще не должно быть никакой токсичной атмосферы в команде. Поэтому атмосфера может быть токсичная, потому что она просто так, знаешь, накаляется, но никто ничего не говорит. И вот людям очень важно иметь возможность высказаться и очень важно построить доверительные отношения с менеджером, чтобы они хотели вообще говорить на те темы, которые действительно интересуются. Можно задать вопрос? Да, да, пожалуйста. Меня зовут Алина Мурзаева, я эксперт по работе с подсознанием и директор по развитию Международного института с подсознанием «Лабиринт». Сюда в данный момент пришла, чтобы обучиться выхода на международный уровень со своим стартапом. Не буду про стартап рассказывать. Смотрите, у меня такой вопрос. Каков идеальный результат встречи один на один? То есть есть какой-то критерий определенный? У нас в компании есть один критерий. У нас очень много ребят из Питера, и нам на one-on-one встречах было важно, чтобы они вообще… Скажем так, нам пришлось проводить обучение, рассказывать менеджерам и рассказывать всем членам команды, зачем это вообще нужно. То есть мы рассказали про то, что мы собираемся использовать такой-то фреймворк. Кроме него будет использоваться еще перформанс-ревью, 360-фидбэк-ревью и так далее. Зачем это нужно, объяснили. И первые разы, когда люди приходят, они такие садятся и говорят, ну, я не знаю, что сказать. И это очень сильно отличается от людей в американской культуре, например, где они изначально со школы знают, что они как будто пришли к психологу или к терапевту, им есть что рассказать. Но при этом с фокусом, с большим фокусом на работу. Соответственно, успешная встреча для нас считается, если человеку действительно есть что сказать, он не просто сидит, молчит и ждет, когда встреча закончится. Он что-то активно рассказывает, он подготовился. И если на самом деле... Ну, к этой встрече к ней нужно немножечко подготовиться. Если ты к ней вообще не готов, то иногда бывает сложно сходу что-то придумать. Поэтому текстовый фреймворк, в который человек может закидывать заметки в течение недели, очень важен, потому что он сам иногда вспоминает и такой, вау, сколько всего позитивного или негативного могло произойти. И когда у вас выстраивается такой положительный диалог и есть некая энергетика на этой встрече, то человек обычно уходит с... Ну, я имею в виду, например, сотрудник ваш. Он уходит с мыслью о том, что его услышали и что, скорее всего, будет принято какое-то решение по тем проблемам, которые его интересуют. Либо не будет принято. То есть, например, может быть, его интересует вопрос повышения. Может быть, его интересует вопрос, что он не хочет работать над конкретным проектом, потому что ему морально неприятно работать над каким-то таким проектом или еще что-то. И он этим делится. Если ничего не происходит, и он там три раза про это рассказывает, и менеджер фиговый, и он ничего не делает, то это, скорее, большой негатив, потому что тогда... У нас, опять же, в Brexit тоже такое было. Там у нас был мой хороший приятель. Он приходил и говорил, он был одним из первых сотрудников, и он занимался юзер-ресерчем. Он приходил, и у него была одна проблема. Он вообще работал как сумасшедший. У него была одна проблема. Ему изначально сделали небольшую ставку, потому что у него там было не очень много опыта, но по американским меркам небольшой. А когда компания начала расти, начали брать на работу людей, которые получают в два раза больше, в три раза больше. И его постоянно это угнетало. То есть он просто приходил к менеджеру и говорил, дайте мне повышение. Я не прошу там чего-то сумасшедшего. Ну вот моя зарплата на рынке. Типа в другой любой компании мне бы платили вот столько-то. Дайте повышение. А ему говорили, нет, у тебя там опционы есть дешевые, и поэтому мы тебе повышение не дадим пока. Ну и менеджер просто ничего не делал в течение полугода. Ну и тот, соответственно, уволился через полгода. Вот поэтому, безусловно, должно быть понимание, что проблема решается у самого сотрудника, и должно быть понимание, что он высказался обо всем наболевшем. Спасибо, Тимур. Пожалуйста. Вопрос в продолжении как раз темы. Тим, на самом деле, вот вы упомянули в честь того, что люди приходят и говорят о том, что я не знаю, что сказать, например. Я не знаю, куда я буду двигаться, я не понимаю, что делать. На самом деле, действительно, это очень частое явление, особенно когда только-только начинаешь проводить встречи один на один. И обычно в таких ситуациях я вот пробую давать задание, давай вот подготовься, подготовив ответы на такие-то вопросы, например, там, чего ты хочешь, что ты можешь и так далее. Вот если, допустим, человек приходит на встречу не готовый. Вот первый раз он пришел на встречу, ничего не подготовил. Второй раз пришел на встречу, ой, я там забыл, не смог, у меня не получилось и так далее. Вот мы как-то должны реагировать на этих людей? Какие-то делать замечания там или... Вот что делать с такими людьми? Вот у меня вопрос. Конечно. Ну, я думаю, что им изначально нужно помогать им подготовиться. То есть обычно происходит так. Обычно происходит в стартапе, например. Человек говорит, мы тут вообще разрабатываем продукт, и я вообще в кранче, и мне некогда заниматься этим, и я не буду этим заниматься. Ну, то он так сам думает, например. Но поэтому ваша задача как менеджера помочь человеку понять вообще важность этих встреч. Если он видит один раз какую-то... Если он приходит на встречу и не видит никакой пользы, естественно, ему не будет хотеться туда ходить. Может быть, он некомфортно чувствует себя на этих встречах по какой-то причине. Но было бы неплохо узнать, почему он себя некомфортно чувствует, например. Если он почувствует пользу, он начнет сам готовиться к этим встречам. То есть у меня все лиды, с которыми я провожу звонки, они прям всегда ждут эти звонки, потому что нам есть что обсудить. Если так получилось, что на этой неделе нечего обсудить, кроме каких-то их рабочих вопросов, ну, it's okay. Они сами поделились, сказали, ну, на этой неделе я хочу вот это обсудить. Потом, после того, как мы обсуждаем рабочие вопросы, иногда они вспоминают то, что на самом деле он вообще хотел бы поработать удаленно из Испании, потому что бла-бла-бла, зимой холодно в Питере и так далее. И можно ли это сделать? И ты говоришь, можно. И он такой, вау, оказывается, так просто можно решить. То есть если человек увидит пользу, ему самому будет хотеться это делать. Если нет, то есть люди, которые прям не очень охотно это делают. Мы просто обычно заранее в Slack пишу ему за день до встречи, пишу ему напоминание, говорю, вот завтра у нас с тобой встреча, вот тебе напоминаю про документ с вопросами, если есть что, закинь, пожалуйста, сюда заранее. Тим, спасибо. То есть получается, главное показать важность встречи для самого сотрудника. А вот, допустим, мы смоделируем другую ситуацию. Вот, например, мы внедряем сейчас в компании этот инструмент, и вроде сотрудники понимают, хотят, чтобы и с ними проводили встречи один на один, а эту встречу не проводит менеджер. Вот, например, руководитель структурного подразделения, но не проводит встречи. Вот что нам делать в рамках внедрения инструмента с этим менеджером? Можете подсказать? Ну, это вообще прямая менеджерская задача. Типа, ну, в США, например, это как сказать, что мой менеджер не хочет пользоваться компьютером. Типа, как мы будем заниматься, как мы будем строить компанию, если менеджер сказал, что он не готов это делать. Это вещь вообще. Счастье сотрудников, правильная энергетика в команде и понятный план, понятный OKRs, понятный roadmap, распределение ресурсов. Это все задачи менеджера. Он не может сказать, что я хочу заниматься планированием, но не буду заниматься людьми. Потому что в первую очередь хороший менеджер должен заниматься людьми. И это такой базис, который нужно делать обязательно. То есть не должно быть менеджера, который скажет, я не буду это делать, это бюрократия. Это вообще не бюрократия. Ну, это прямо противоположно бюрократии. Потому что в бюрократии человеческое счастье вообще никак не ценится. Там ценится, условно говоря, какая-то система, которая выстроена. А это как раз про то, чтобы все в команде были заряжены, нацелены, ориентированы на результат, но в то же время сохраняли какой-то баланс с самим собой. И ты бы это понимал как менеджер. Потому что я не понимаю. Если у тебя нет подобного фреймворка, вообще сложно понимать, о чем думают твои сотрудники. Может, они тебя ненавидят все. Может быть, они вообще не любят делать то, что они делают. И поэтому у тебя не получается продукты. Ты думаешь, почему мы фейлим все дедлайны. А вы их фейлите, потому что у вас вся команда не согласована. Никто не хочет делать именно этот продукт. Может, они вообще считают его неправильным с какой-нибудь точки зрения, но ты их не слышишь. И так далее. И очень сложно услышать людей, их настроение на какой-то большой общей встрече. Но как раз, когда вы встретились один на один, это сделать проще. То есть, если менеджер не проводит встречи один на один, мы ему говорим, какой ты тогда менеджер по факту. Спасибо. Проведите один на один с менеджером. И объясните ему. Хорошо. Можно еще последний вопрос пока что? А вот смотрите, вы еще упоминали в рассказе, что встречи один на один проводят менеджер и подчиненные. Но вы еще проговаривали про встречи один на один межкомандные. Скажем, как кросс один на один. Это как-то меняется по формату? Или вопрос такой организационный? Я понял вопрос. Должны эти встречи сами инициировать? Или, например, участники команды сами должны скоперировать и проводить подобные встречи? Вот такой вопрос. Да, здесь на самом деле это релевантно для команд, которых больше, как большое количество людей. То есть, когда у вас там пять человек, наверное, в этом нет смысла. Они и так все ходят вместе на обед или еще куда-нибудь. То есть, отдельно это инициировать не нужно. Но если в команде, не знаю, 30, 50, 100 человек и она растет, то есть несколько моментов. Первое – это то, чтобы у вас, например, есть команда дизайна, есть команда разработки, есть продукт-менеджеры, которые работают непосредственно со всеми этими ячейками совместно. Есть там в каждом из этих отделов, есть менеджерские команды и так далее. И они напрямую, кроме как, если их объединяют в какие-то рабочие ячейки для работы над конкретным проектом, они очень редко пересекаются. И поэтому есть две задачи, на самом деле. Первая – это есть, например, какие-нибудь слагботы, такие просто веселые слагботы, которые выбирают двух человек рандомно из вашей компании и просто их коннектируют типа на кофе. И ты не можешь как бы от этого отказаться, ты такой, ну окей, пойду с Катей на кофе или пойду с Петей на кофе. Ну и это просто внедряется в формате какого-нибудь бота, и это становится просто хорошей традицией. То есть ты знаешь, что ты не с одними теми же людьми будешь ходить все время на кофе или на ланч, а раз в неделю ты знакомишься с кем-то, с кем-то еще не знаком. Ну и этот бот, он выбирает людей, которые, скорее всего, еще из разных команд, скорее всего, могут быть хорошо незнакомы. Вот, это не совсем one-on-one, но это именно про то, чтобы просто все были хорошо знакомы друг с другом. А второй тип встречи – это one-on-one, когда, например, я как дизайнер, раз в, точнее, я как дизайнер в течение недели у меня есть встречи с другими дизайнерами из команды, и там раз в две или в три недели у меня есть встречи, например, с инженерами, с которыми я работаю, с кем-то из них. Я это сам, например, выбираю, то есть либо кто-то из команды выбирает. Ну вот в Brex'е было так, что у нас изначально было три человека, потом начали появляться дополнительные дизайнеры, и мы начали брать дизайнеров с опытом в американских стартапах, в американских компаниях. И они абсолютно все начали… Первое дело, что они делают, они проходят процесс онбординга двухнедельный, и в течение этого онбординга они сами находят тебя, сами находят своих коллег и сами пишут, типа, давай заведем, давай встретимся, познакомимся, давай заведем one-on-one раз в две недели. И таким образом у тебя получаются полчасовые встречи, и эти встречи как раз могут быть менее формальными, чем менеджерские. То есть вы там можете прогуляться, вам не обязательно сидеть в кабинете. То есть если человеку, например, не нравится встреча, эта встреча не должна происходить как какой-то дополнительный час работы, эта встреча не должна происходить как, типа, я и так сижу за компом, а тут еще вот здесь посидеть надо. Эта встреча должна получить… Ну, ты должен получать с нее реальное какое-то удовольствие. Поэтому у нас кроссплатформенные такие one-on-one или командные one-on-one, где люди встречаются друг с другом и не с менеджером, они происходят в неформальной атмосфере, и поэтому люди их очень любят. То есть он такой, оп, пойду за кофе с кем-то, и мы все обсудим. И так как вы уже используете определенный фреймворк при работе с менеджером, вы, скорее всего, примерно такой же фреймворк начинаете использовать со своим коллегой. И, ну, естественно, без обсуждения его конкретных проблем, например, если он не хочет ими делиться. Но при этом вы лучше синхронизируетесь даже в команде. То есть эта задача не в том, что вы встретились и перемыли всем косточки, а в том, что ты рассказал, с чем у тебя сложности, или чего тебе не хватает для успеха твоего проекта, или почему у тебя плохое настроение. Короче, такая точка. В основном направлено на повышение взаимодействия, получается. Ну, конечно. Ну, чем ближе люди друг к другу, тем более слаженно работает сама команда. Спасибо, Тим, большое. У меня пока все. Спасибо за вопросы. У меня тоже вопрос. Можно? Арсен там самый первый был. Можно ему слово дать? И потом дальше. Спасибо. Спасибо. Я использую One on One уже более чуть шести месяцев. У меня маленькая команда, сейчас человек 10 примерно. Я начал использовать, когда у нас было даже трое. И у нас обычный разговор все время выходит к работе. Мы разговариваем о работе на каждом One on One. Мне интересно просто, как попросить сотрудника, чтобы он подготовился, и о чем он должен подготовиться. Я же не могу запретить не говорить про работу или что-то. Что нужно, чтобы он подготовился, и как мне нужно подготовиться к этому? Вот у нас есть... У тебя сотрудники где-то в России, или... У меня в Турции. Ну, они русскоговорящие или турки? Нет, все турки. Окей. Ну, я не очень знаю, да, культурный код, но мне кажется, в Турции люди должны более охотно и более открыто делиться, чем в России, как раз какими-то... Ну, в силу такого открытости природной. Поэтому, на самом деле, наверное, самая простая штука, которую мы делаем, это у нас... Мы ведемся в Notion, и вот у меня есть приватный фолдер с каждым, с кем я провожу One One, и там есть просто лист, разбитый по датам. И в этом листе у меня есть вопросы. И, собственно, эти вопросы разбиты на категории. Наверху, например, темы для обсуждений, которые можно просто накидывать в течение недели. Беспокойство, опасения, что хорошего произошло на неделе, что плохого произошло на неделе, и план действий. И ты можешь сформировать эти вопросы так, как тебе нравится, и просто просить людей заранее эти вопросы, на эти вопросы отвечать. Поэтому вы просто не сможете перескочить сразу к теме тасков исключительно. Вы пройдетесь по этим вопросам, и каждый раз, когда... Ну, скорее всего, когда человек заранее подумал об этом, он приходит, он рассказывает, блин, на прошлой неделе там, я не знаю, был так рад, что мы запустили вот эту штуку, и потом получил фидбэк от пользователей. Это было круто. И это тоже как бы про работу, но это про его личные переживания. То есть это то, к чему вам нужно прийти. И прописав, просто почувствовав лучше свою команду и составив эти вопросы так, чтобы ты получал пользу, какую хочешь получать, просить менеджеров и сотрудников использовать этот фреймворк по максимуму, потому что он реально работает. Вот, на самом деле, есть несколько компаний. Я вот сейчас пытался по-быстрому найти. Ну, что-то прям по-быстрому не могу найти. Наверное, поделюсь отдельно ссылочкой с Русланом. После. Есть несколько компаний, которые прям фокусируются, которые делают либо фреймворки, какие-то онлайн-инструменты для one-on-one. И у них очень много темплейтов, в которых они прописывают какие вопросы, почему эти вопросы и так далее. вот я найду, поделюсь. Там один из, одну из компаний делал Basecamp, но, возможно, они ее закрыли. И у них прям были еще и, там был очень полезный блок по этой теме. Да, я смотрел пару компаний, тоже смотрел у них. Я тоже, кстати, пользуюсь Notion для Company Culture. И, кажется, Slab есть компания, у них хороший темплейт, и еще пару компаний таких есть. Мне просто было интересно. Просто там, скажем, все вопросы, они чисто более американские. Ну, посидеть, общаться, скажем, с турки, может, с русскими людьми, спрашивать, задавать этот тот самый вопрос. Не всегда подходило. И как-то, что тебя тревожило на прошлой неделе, когда ты спрашиваешь? Мне говорят, ничего, все было нормально. И вот сидим, молчим, друг друга смотрим. В конце выходит на то, что мы опять разговариваем про работу, про тестки, что мы хотим сделать и все остальное. И как-то я до сих пор, да, это прошло в рутину. Людям нравится и мне нравится общаться с людьми, потому что у нас ремут-компания. Мы не в одном офисе работаем. Это очень работает. Но мне просто было интересно, что именно надо попросить и как это сделать. Это, получается, выбрать пару вопросов, отправить ему заранее, сказать, типа мы завтра или через неделю на Уан-Уан будем разговаривать об этом или подумай, о чем ты хочешь поговорить и давай поговорим об этом. Во-первых, во-первых, он должен любая One-on-One встреча, она должна быть в календаре рекуррентная. Правильно? Рекуррентная. Да. То есть человек должен заранее знать, что у него там встреча с его менеджером в пятницу, в обед и поэтому в среду. И поэтому к этому дню он каким-то образом подготовится. И как раз вот этот процесс подготовки заключается в том, что он заранее знает. я, например, отправляю просто календарную ссылку. В этой календарной ссылке в description есть ссылка на Notion. И я всем говорю, пожалуйста, заполняйте этот файлик. Ну и сначала напоминаю, это не обязательно. То есть, если человек вообще не заполняет, я от него отстаю. Но если человеку начинает нравиться, ему проще так сделать заметки, чем где-то еще. Это отлично. И да, ряд вопросов, они такие наводящие как раз на такие темы, которые около рабочие, но не напрямую связаны с твоим перформансом. А эти ответы ты заранее получаешь или вы разговариваете об этом только на one-on-one? Мы разговариваем только на one-on-one. Заранее обычно просто набрасываются какие-то темы. То есть, человек, например, пишет там наверху есть блок типа что хочется обсудить. Например, человек пишет хочу обсудить начало закупки трафика, хочу понять общее настроение команды, хочу понять вот это, вот это, вот это. То есть, он как-то это пишет. И потом мы проходимся по этим темам и он дает больше контекста. То есть, там не нужно использовать темплейт как именно описание каких-то проблем. Получается тогда так, заранее мы, мне тоже заранее всегда есть scheduled call у нас каждую первую неделю мы делаем каждого месяца и заранее отправить ему вопросы и получить тоже заранее до встречи, а во время встречи просто сверху пройти ответов и вопросов. Так получается по практике это. Да. Окей. Спасибо. Это был мой вопрос. Спасибо. У меня такой вопрос. Я являюсь HR-менеджером в компании Инспектором Клиник. Вопрос у меня в том, как вы контролируете проведение встреч один на один, проводите ли вы обучение по встречам один на один для руководителей и еще вопрос такой, присутствует ли на встречах один на один допустим еще кто-то, например, HR-менеджер и потом дает обратную связь по проведенной встрече один на один. Как у вас это происходит? На самом деле у нас в игровой компании нет HR-менеджера сейчас. Мы как раз планируем нанимать, поэтому не присутствует. Но в целом из моего ну то есть у меня не супер большой опыт там то есть у меня есть пример Брекса, например, я знаю, как работает просто культура в других компаниях типа там Facebook, Google и так далее. Но возможно бывают разные исключения, поэтому я не говорю, что это там правильно или неправильно. Исходя из моего опыта, на один на один встречах не должно быть больше никого, кроме двух людей. И да, нужно проводить определенные тренинги, потому что очень многие ну очень многие люди в России, например, когда когда они выполняют какие-то задачи, то есть у меня тоже такая проблема возникала в команде, у нас есть какой-нибудь хороший геймдизайн лид, И по сути, если он геймдизайн лид, и у него в отделе несколько человек, он не должен делать исключительно таски, связанные с проработкой глубины игрового мира, например, потому что у него уже есть менеджерские функции, менеджерские задачи. поэтому мы стараемся проводить, мы сделали такой initial презентацию по поводу того, какие фреймворки мы будем использовать, почему, ответили на все вопросы, постарались дать очень много примеров, почему это важно и в каком формате это лучше использовать, ну, один из примеров это то, что я сам использую со всеми лидами в команде, я сам провожу эти встречи и они уже на свой лад переносят их на своих сотрудников, например. Если вопрос про... У меня на самом деле очень мало опыта работы с HR командами, он заключается, скорее сводится к тому, что там в том Брексе, например, была команда, которая называлась People Team и одна из ключевых задач, этой команды был, ну, собственно, первый был рекрутинг, второй был онбординг людей и третье, ну, такое, все, что связано с... все, что связано с... если тебе нужны какие-то дополнительные ресурсы, тебе там нужны какие-то новый ноутбук, тебе нужно что-то еще, ты идешь к HR команде. Если у тебя произошло что-то на работе, чем ты не можешь поделиться своим менеджером, ты тоже идешь к HR команде и так далее. То есть, для... насколько я понимаю, это такой... крепость такая, которая для тебя, как бы, она абстрагирована немножко от тебя, поэтому, если у тебя, там, не знаю, тебя кто-то там харасил на работе и ты хочешь... ты хоть не можешь этим поделиться ни с кем в команде или своим менеджером, ты идешь к HR команде, условно говоря, с HR у вас еще более доверительное отношение в этом плане, но в то же время у вас нету таких личной привязанности, потому что вы там реже видитесь. Но это в больших компаниях. То есть, возможно, если команда еще поменьше, там, наоборот, уровень доверия и работы у HR с командой должен быть выше. Поэтому я здесь затрудняюсь ответить. То есть, в принципе, проведение встречи один на один никак не контролируется и на самом деле результаты... Андрей, все это идет через перформанс-ревью, через встречи один на один с лидерами. То есть, по сути, каждый лидер, он же помогает, если у него, например, лидеры в его окружении, он помогает им нарисовать планы развития. От каждого лидера, от лидера, от него есть ожидание, что он будет проводить эти встречи один на один. Потом, соответственно, во время перформанс-ревью, там, ну, тоже это же все так или иначе скрывается, выясняется, что человек не правой, значит, он не соответствует ожиданиям. Ну, то есть, здесь просто у Тима нет, наверно, такого контекста, где этот инструмент внедрялся бы с нуля. Ну, почему? У меня он есть как раз в моей кончиковой компании, типа, в Донат Лад, мы его как раз внедряли с нуля, и как раз вообще никто им никогда не пользовался. и для того, чтобы внедрить с нуля, пришлось сделать подробную презентацию, пришлось сделать Notion-овский файлик для менеджеров с описанием 101, там, 360-ревью, performance-ревью и описанием того, чего хочется там, мне, как фаундеру, каких результатов я бы хотел видеть и каких результатов они сами должны ожидать от той или иной встречи, какие вопросы использовать и так далее. То есть, это я все описал, и мы это все презентовали и все это обсудили, и, ну, и постепенно они просто начали это более активно использовать, когда увидели, что этот инструмент работает. То есть, в такой ситуации, как у нас, там, у нас в компании три года, и полтора года назад, ну, или год назад, вся initial команда, она просто растворилась, ее вообще нет уже. никого из тех, кто был с самого начала, нет. И, ну, одна из причин, потому что когда люди начинают какой-то проект, они просто приходят, просто начинают херачить. И вот они херачили полтора года, и все, и пропали все. Поэтому, да, цените команды. Да, спасибо. И, Саш, у тебя был вопрос. Да, у меня был вопрос. Тим, скажи, пожалуйста, вот, насколько сильно пересекается внутреннее состояние лидера, по сути дела, это же инициация лидера проводить эти встречи, когда лидер через какое-то определенное время понимает, что сотрудник, с которым он на этих встречах один на один, он ему помогает, он его мотивирует, он его, по сути дела, развивает своими вопросами, своими вот этими встречами, но в какой-то момент вот этот член команды встает вопрос о его его увольнении. Менеджера или сотрудника? Ну, если мы сейчас смотрим, там, фаундер встречается с менеджером, либо менеджер встречается с сотрудником, да, то есть эта доверительная встреча, она же в какой-то момент действительно может перерасти в определенные взаимные отношения с сотрудником либо с менеджером неважно, благодаря которым ты, как лидер, его развиваешь, кладочный душ, время и так далее. Опять же, на благо компании, на благо вашего проекта, но наступает такой момент, что ты, как лидер, к примеру, понимаешь, что этот сотрудник где-то застрял, и вот все твои скилы, вся твоя помощь, она, ну, не помогает. И, возможно, он может взять какую-то, да, паузу, эту паузу может быть как и увольнение, так и отстранение от этого проекта для того, чтобы сотрудник сделал какой-то шаг вперед самостоятельно. Я понял вопрос, наверное, попробую быстро ответить. Да, очень интересно. One on one это не встреча, на которой ты вообще-таки темы даже поднимаешь, то есть ты не можешь уволить сотрудника, когда он пришел на one on one, в принципе. и, да, если у вас возникли, у вас, безусловно, возникают какие-то отношения, они, безусловно, должны развиваться, но, скажем так, в американской культуре это окей, то есть ты, ну, если человек не справляется, он не проходит performance review, на котором кроме тебя присутствуют еще другие люди, там, есть, ну, например, если речь там про инженера, то performance review, он проводит ему не только CTO, правильно, у него там есть другие члены команды, есть там лид какого-нибудь направления и так далее. И то, что у тебя с ним теплые отношения, ну, вы их сохраните после этого, скорее всего. то есть человек не справляется конкретно с какими-то задачами, наверное, основная из вещей, которые стоит использовать и не стоит использовать, это не делать вот этот шип-сэндвич, то, что называется, когда ты там рассказываешь, ой, все-то хорошо вообще-то, но мы тебя увольняем. То есть я как раз да, да, я как раз имел в виду, что, понятное дело, что ты не лидер, да, сам говорит про увольнение или про то, что он дотягивает до каких-то показателей. Я имел в виду, значит, мы, получается, уже изначально должны настроить сотрудника, да, либо менеджера на то, что эта встреча не про это. Ну, я имею в виду, не про то, что благодаря ей ты можешь зацепиться, сотрудник может, на него. Нет, ты можешь, ты можешь зацепиться. то есть, ну, такая просто очень тонкая грань, ты не можешь на этой встрече сказать человеку, что, типа, это наш последний one-on-one, если там что-то не исправится, то на следующий мы тебя уволим. Для этого есть, для этого есть там, условно, перформанс-ревью, где ты, где человек прошел или не прошел ревью и получил там плохие отзывы, например, и ты это правильно преподнес, и ты сказал, у тебя есть, ну, давай постараемся вместе в течение следующих трех месяцев найти там точки роста для тебя или найти тебе интересный проект или еще что-то, нам важно, как команде тебя сохранить, бла-бла-бла. Это важно объяснить. Но, если сотрудник приходит на one-on-one и ты знаешь, что он не перформит, что у него вообще все достаточно плохо идет, ну, и всем тяжело с ним работать или там другие ребята в команде отзываются об этом сотруднике как о человеке, который фокапит дедлайны или там просто грубо разговаривает или еще что-то. Эти вопросы, безусловно, нужно затрагивать на one-on-one. То есть человек пришел и он такой сидит и он вообще может не знает, как его воспринимает. И ты стараешься ему аккуратно намекнуть на то, что там твой способ коммуникации он обижает других членов команды. Я не буду говорить каких, но я получил множество фидбэков и поэтому это одна из задач, на которых тебе стоит сфокусироваться, потому что это мешает твоему развитию и так далее. И человек должен получать на one-on-one эти сигналы для того, чтобы в случае, если его решат уволить, не было такого, что он такой «Вау, как? Я ходил на one-on-one и все было зашибись. Мне всегда говорили, что я хороший. Я всегда говорил что менеджер хороший, а тут меня уволили». Нет, должен быть баланс и должен быть двусторонний фидбэк на этих же встречах. То есть я всегда стараюсь в конце спрашивать, есть ли какой-то фидбэк для меня, типа, что я могу сделать лучше. И когда ты начинаешь это спрашивать, человек в конце тоже спрашивает, а какой мне может дать директ фидбэк, типа, на чем мне сфокусироваться, на чем мне сконцентрироваться, что я могу сделать лучше. Вот. И когда вы даете друг другу сбалансированный, но в принципе честный фидбэк, просто без каких-то обидных слов, это работает. И тогда человек, даже если его уволят, он уже будет знать, что его могли уволить, но делали все, чтобы не уволить. И он, скорее всего, обидится, конечно, в любом случае, но это не будет для него сюрпризом. И не должно быть сюрпризом. Тим, спасибо огромное. Да, пожалуйста. А вот это интересный вопрос по поводу... У нас есть пара минут же еще, да? Давай, смотрите, мы под тебя подстраиваемся, мы уже время твое черепали, поэтому дальше только у тебя есть время, и мы готовы. Если у тебя есть интерес, мы с удовольствием будем. Да, спасибо. Давайте минут 10 сюда еще и пойду на следующий звоночек. Хороший вопрос по поводу что происходит, что делать, если человек говорит, что я хочу уволиться, наши действия. На самом деле, я могу рассказать личный пример. Когда я работал в Брексе, я пришел на встречу с своим менеджером, мне кажется, менеджер был достаточно опытный, но не очень профессиональный, потому что ни хера не делал в конечном счете, и все, абсолютно все сотрудники в его команде говорили, но он ничего не делает. Я что-то рассказываю, но в итоге он ничего не делает. У меня была как раз такая встреча, на которую я пришел, мне показали план по промоушену, сказали, что вот этого сотрудника повышают, я сказал, классно, а потом он мне сказал, что теперь этот сотрудник будет твоим менеджером. и я был кардинально против этой идеи, соответственно, я ему сразу сказал, а он сказал, если этот сотрудник будет твоим менеджером, что ты делаешь? Я говорю, тогда я увольняюсь. Он говорит, вау, в смысле? Я говорю, в прямом смысле, я считаю, и просто рассказываю, почему моя позиция такая. План действий, который он сделал, ну, скорее всего, ничего не сделал. То есть, они оттянули просто вот этот переход на три месяца, ну, и через три месяца, соответственно, я уже ушел. И, ну, и они, наверное, не очень страдали, когда я ушел, потому что они заранее знали, что у меня есть, ну, есть такое настроение, которое для меня прям жесткий блокер. То есть, если тебе человек говорит, что у него есть принципиальное противоречие с каким-то планом управления, например, какой-то из сотрудников, ну, или там, из людей в команде, у вас никакого взаимодействия с ним нет. Или ты считаешь, что у этого человека там нет эмпатии, ты не можешь с ним работать, особенно если он, если его поставят твоим менеджером и так далее. И для тебя это принципиально, и ты хочешь уйти, ну, нужно либо решать эту проблему, либо понимаешь, что человек, скорее всего, уволится. Если человек недоволен своей работой, задачами, можно переключить его на другой проект. Ну, тут как раз важно понять его настроение, потому что большинство задач, можно, большинство проблем можно решить, если вы реально цените этого сотрудника. То есть, если это вопрос денег, мы абсолютно всегда стараемся этот вопрос решить, потому что очень дорого и сложно нанимать людей, и хочется ценить людей в команде, и поэтому, если человек пришел, говорит, я уволюсь, потому что меня кто-то хочет схантить, и там буду получать настолько денег больше, мы запросто готовы это перебить, и это это то, что очень классно использует, вот Руслан очень любит изучать культуры других компаний, и как раз это то, что классно использует Netflix, типа, в Netflix ты, Netflix увольняет людей легко, но в Netflix сами люди редко увольняются, потому что, или куда-то уходят, потому что каждый раз, когда Netflix прям форсит своих сотрудников, он говорит, типа, идите, проверьте, сколько вы стоите на рынке, если ты приходишь и говоришь, смотрите, я ходил в Facebook на собеседование, Facebook мне дал настолько-то больше, но Netflix запросто перебивает это, и поэтому вопросы денег, мне кажется, должны решаться, если у вас есть такая возможность, но при этом не давать каким-то сотрудникам совсем наглеть, то есть, бывают токсичные сотрудники, просто, которые начинают ходить на встречи со своими тиммейтами и просто рассказывать, что, типа, я хочу больше денег, а вот мне столько-то платят и так далее, то есть эти штуки, они должны быть оставаться между вами, он не должен своим настроением портить общую атмосферу какую-то в команде. поэтому, если пошагово, попробовать понять, что стоит исправить для того, чтобы сотрудник был счастлив, если мы этого сотрудника ценим, и понимать, что если вещь принципиальная, как была в моем случае, например, скорее всего, вы сотрудника потеряете, если вы это не исправите. спасибо, я вижу, Ринат, руку поднял, Ринат, пожалуйста. Да, добрый день, к сожалению, не могу камеру включить, Ринат, меня зовут, да, вот этот вопрос мой был, я в продолжении хотел еще спросить по поводу зарплаты, когда вопрос встает зарплаты на встреч один на один, то есть до какого уровня можно обсуждать этот вопрос или этот вопрос не обсуждать, вот услышали, да, мой вопрос? Да, да, я слышал, то есть по зарплате, да, то есть как вот, то есть он говорит, допустим, вот меня зарплата не устраивает или наоборот мы ему хотим поднять, ну, то есть там по этапам каких-то performance review или еще что-то, мы хотим его там, ну, чтобы он дальше пошел. Я понял вопрос, ну, смотри, мне кажется, ну, тут два момента, да, первое, это большинство компаний, в которых я работал или которые я развиваю, это venture funded компании, то есть мы с самого начала имеем преимущество в том, что мы можем платить людям нормальные зарплаты, потому что нам не нужно с самого начала продавать, когда мы строим, и поэтому в таких компаниях тебе нужно платить людям столько, сколько платит рынок или чуть больше, или ты сам просто конфигурируешь какую-то общую схему, но у тебя все равно есть какие-то бенчмарки рыночные, поэтому ты заранее понимаешь, что, ну, не знаю, если брать пример на российском рынке, ты заранее понимаешь, там, что хороший технический директор, там, стоит 5000 долларов в месяц, хороший iOS-девелопер, Android-девелопер стоит 3-4 тысячи, если речь как бы о том, что, ну, приходит человек и говорит, приходит человек на 3000, например, но потом говорит, что хочет 4, ну, это это хороший, наверное, рост, 25%, такое мы можем дать. Если он пришел, сказал, я не хочу больше 3 получать, хочу получать 6, ну, это уже очень, наверное, сложный диалог, тогда вопрос либо в том, почему мы взяли его на 3, и почему он согласился на 3, вырос ли он на то, чтобы стоить 6, а кто вообще стоит 6, типа, если у нас в команде CTO стоит 6, и приходит какой-нибудь разработчик, который ниже его левела и тоже хочет стоить 6, нам, возможно, нам нужно сделать две вещи. Первое, нам нужно понять, а что происходит вообще на рынке сейчас, а стоит ли нам проиндексировать зарплаты всем тогда, потому что, ну, вот сейчас у нас ровно такая же история происходит в Donald Lab, у нас там один из сотрудников стоил 3, сейчас хочет 4,500, мы ему даем 3,750 временно, но понимаем, что если он справится со своими задачами, то через полгода будет 4,500 у него, но если у него будет 4,500, то мы должны прииндексировать зарплаты всем, директору студии, CTO, TeamLidoo и так далее, потому что этот сотрудник в структуре не может стоить дороже, чем другие сотрудники, и тогда тебе нужно поднять зарплату пяти людям, а не одному. например. Ну, Спасибо за ответ, можно чуть-чуть дополним? У меня вопрос был еще о том, что вообще на встрече один на один, насколько зарплаты стоит обсуждать, и другое дело, когда как бы оуэнер, фаундер, он обсуждает там с TeamLidoo, а другое дело, когда TeamLidoo обсуждает с командой вопросы, и там поднимается вот такой вопрос, и насколько на встрече один на один вообще этот вопрос нужно обсуждать, или его нужно запарковать, или перенести, вот можно как-то обходить. Я бы не сказал, что это заблокированный вопрос, это нормальный вопрос, то есть если человек счастлив, но его не мотивирует то, что он мало получает, он может прийти на встречу и сказать об этом своему менеджеру, потому что задача менеджера в том числе, кроме, в том числе построить и рассказать своим сотрудникам про некую вертикаль развития внутри компании, то есть каждый должен понимать, как он будет развиваться внутри компании, и когда у вас ваннолан встреча с менеджером, и ты спрашиваешь его, типа, мне кажется, я давно не получал повышение, и тебе менеджер говорит, у нас в компании есть два цикла промоушена, один в июле, второй в декабре, например, давай проведем в июле перформанс ревью, сделай для этого это, и это, и в случае успешного перформанс ревью сделаем тебе повышение, ну, то есть, как бы, это можно обсуждать, это ни в коем случае нельзя блокировать, это нельзя обсуждать как раз на встрече, когда сидит Team Lead, и у него там восемь человек, и они такие все начинают обсуждать деньги, вот так нельзя обсуждать, конечно, а one-on-one можно, и сам Team Lead, то есть, у меня в компании, например, уровень прозрачности и доверие к моим лидам и к моим менеджерам максимальный, они знают, сколько у нас денег, как мы эти деньги фандрейзим и так далее, они, в принципе, большую часть информации знают, и любой менеджер в организации, там, ну, в структуре американской организации, например, любой Team Lead, любой менеджер знает заплаты всех своих сотрудников, то есть, всех, кто в его отделении, ну, кем он непосредственно руководит, он знает их зарплаты, потому что, ну, это один из инструментов, как понимать, счастливы ли твои сотрудники в финансовом плане или нет, потому что, если это единственная вещь, которая их напрягает, это очень плохо, и ее нужно, нужно стараться быть в такой ситуации, когда ты всегда готов людям платить, это там, твоя базовая вообще задача. спасибо большое. спасибо. Я вижу, у нас уже время вышло, но вот у Миши есть еще вопрос. Миша, ты можешь его коротко, Тиму напоследок, зададим, и все. Давайте. допустим. Миша, тебя не слышно. Так, ты можешь текстом написать тогда вопрос, потому что тебя не слышно сейчас. Пока Миша пишет, я там скинул сайт Vectorly, его сделала команда российских дизайнеров. А вот сейчас слышно, да. У меня вопрос. Есть ли табу вопросы или красные линии, что ни в коем случае никогда не обсуждается на one-to-one? Ну, наверное, или все-таки это зависит от кода страны, где компания находится. Это хороший вопрос, да, наверное, зависит от культурного кода, но в целом, скорее всего, не один... Ну, я бы сказал так, нельзя переходить, если ты менеджер на этой встрече, нельзя переходить какие-то личные, персональные линии вообще, если человек сам этого не хочет. Типа, если человек сам рассказал, что у него что-то произошло в семье, он там пришел на встречу, чтобы реально поплакать, ну, дайте ему поплакать, и это нормально, поддержите его просто по-человечески. Если человек пришел и он не перфомит, но ты не понимаешь, почему, то ты, естественно, не можешь ему сказать, типа, может, там это... Ты ему можешь сказать, например, мне кажется, что тебе стоит... мне кажется, что тебе стоит отдохнуть, ты давно не ездил в отпуск, типа, возьми неделю, отдохни. И человек, например, может сказать, нет, я не поеду никуда отдыхать, потому что, типа, я наоборот сойду с ума, если я сейчас еще и работать не буду. Ну, и ты-то просто поймешь, что, ну, этот топик реально очень сенситив для него. Но, ну, то есть, не стоит прям совсем лезть в личную жизнь человека, если он сам про это не рассказывает, а так каких-то прям красных флагов нет. Если человек хочет рассказать, пожаловаться на кого-то из своих коллег, ну, естественно, пусть пожалуется. Естественно, вам нельзя допускать, чтобы он делал это там в какой-то очень оскорбительной манере, потому что ты понимаешь, что если он на твоей встрече так и говорит, то, наверное, это очень токсичная обстановка в принципе. Наверное, так. То есть, я так сходу не могу вспомнить какие-то красные флаги. Да, Тим, спасибо тебе большое за твое время. Очень круто. Я сам сегодня очень много интересного тоже узнал. Для себя, ты знаешь команду, многие фишки, которые ты сказал, обязательно тоже пересмотрим и всегда внедрим. Спасибо, ребята. Было интересно. Посмотрите сайт, который скинул. Прикольный, там много ресурсов по 101. Он достаточно дорогой, как сам сервис, поэтому мы им не пользуемся, но когда-нибудь я бы хотел. Спасибо тебе, Тим. Спасибо. Обнимаем. Субтитры создавал DimaTorzok